Сейчас мы переходим к важному следствию. Вследствие того соотношения, которое мы получили для связи между двумя декомпозициями одного и того же оператора плотности. Допустим, у нас есть два статистических ансамбля. Один с вероятностями P и векторами ψ. И предположим, что есть другое представление. Да, и предположим, что это именно спектральное представление данного оператора с вероятностями Qμt и векторами ψ. Здесь векторы φν это уже собственные векторы оператора ρ. И числа Qμt это соответствующие им собственные значения. То есть система векторов φνт артонормирована. Скалярное произведение двух векторов дает символ Кронеггера между выбранными индексами. И это в отличие от первой системы, где векторы ψ, μt предполагаются нормированными, но не обязательно ортогональными между собой. Значит, первое представление это какое-то произвольное разложение. А разложение по векторам φ и вероятностям Q это спектральное разложение. И здесь мы запишем следствие из предыдущей теоремы, которую мы получили. Это связь между вероятностями векторами, то есть вероятностями P и ψ. Мы можем выбрать одну из вероятностей и один из этих векторов, который ей соответствует. И как мы получили, связаны будут эти две системы векторов и вероятностей через некоторый изометрический оператор. Значит, будут стоять матричные элементы этого оператора. И будет суммирование Q, νt вероятностей и собственных векторов φ, νt. Это утверждение, которое работает для любых двух ансамблей, для любых двух декомпозиций, на которые раскладывается оператор ρ. Но главное, чтобы число слагаемых в правом ансамбле не превышало число слагаемых в первом левом ансамбле по ψ. Но теперь мы можем применить это соотношение нашего конкретного случая, о котором мы сказали, это спектральный ансамбль. То есть у нас вектор и φ ортогональны между собой. И мы этим воспользуемся. Следующим образом возведем вот это соотношение в квадрат. То есть домножим его скалярно само на себя. В левой части у нас будет вероятность πμt, то есть корень возвелся в квадрат. И скалярное произведение вектора πμt на πμt, которое равно единице. Векторы у нас предполагаются нормированными в ансамбле. А правая часть составная. Здесь содержится сумма, поэтому при домножении этого выражения всего самого на себя, возникает двойная сумма с другим индексом, который мы обозначим через ν'. При домножении слева у нас по правилам скалярного произведения числа просто комплектно сопрягаются, поэтому возникает матричный элемент штрихованный, комплектно сопряженный. возникает корень из qν'. И из... это из левого, то есть из bra вектора, из ket вектора у нас остаются эти же числа, то есть корень из qν' будет, ну и число исходное. Это матричный элемент βμt и ν'. И скалярное произведение. Возникает φν' с φν'. Это, как мы сказали, символ кранекера между индексами ν' и ν'. И символ кранекера нам здесь позволяет упростить во многом это выражение. двойная сумма превращается в одинарную, а индекс ν' заменяется на ν просто, да, и тогда это будет сумма по ν. Под корнем у нас квадрат возникает, и поэтому это просто число qν'. Здесь возникает произведение, пока напишем в исходном виде. Ну и скалярное произведение мы уже раскрыли. Вот это вот число — это просто квадрат модуля. В общем случае матричный элемент изометрического оператора — это комплектное число, поэтому здесь мы имеем то, что оно возвелось в квадрат. Да, то есть возникает модуль vν' в квадрате, умноженное на qν'. И дальше мы просто переобозначим вот это вот число, и предположим, что это элемент некоторой уже другой матрицы, матрицы D, а именно матрицы D, DμT, DμT. Значит, по определению у нас состоит из квадратов модулей маточных элементов изометрической матрицы V. И поэтому вот этот вот результат, который в виде суммы, здесь можно свернуть в матричное произведение, а именно произведение матрицы D на столбец вероятности q. Так, у нас слева какой-то, то есть слева у нас вот это вот скалярное произведение единица, и стоит просто мётое компоненты столбца p. Значит, мы вводим столбцы просто p с компонентами, p1, p2 и так далее. Значит, это до числа слагаемых, которые у нас присутствуют в разложении. И вводим другой столбец q1, q2 и так далее, qd. Единственное замечание здесь то, что у нас предполагается, что мы перешли от спектрального разложения к какой-то другой декомпозиции, где число слагаемых больше либо равно исходному. Поэтому, если выписывать только ненулевые компоненты, то у нас столбец p будет длиннее столбца q. Но мы здесь принимаем соглашение то, что мы столбец q достраиваем нулевыми значениями, чтобы по длине у нас столбцы p и q были равны. И тогда вот давайте обозначим здесь, что мы суммируем. Если число ненулевых собственных значений здесь r, а в этом ансамбле сумма от 1 до r', то размерность, которую мы приводим, то есть к длине общей оба столбца, мы выбираем вот это вот число d, равное максимуму из чисел r и r', то есть максимальное из этих чисел число слагаемых в этих декомпозициях. И тот столбец, который имеет меньшее число компонент, мы просто дополняем нулями. Тогда мы можем написать, что эти два столбца у нас связаны соотношением. Столбец p будет равен матрице d на столбец q. Замечание нужно сказать и по поводу матрицы v и связанной с ней матрице d. Матрица v это изометрическая матрица и, как мы видели, она в общем случае прямоугольная. То есть у нее число строк больше либо равно числу столбцов. А здесь мы связываем столбцы p и q, поскольку они имеют одинаковую длину, их связывать должна квадратная матрица. Вот. Некоторые компоненты у нас уже есть. В ньюта и ньюта по модулю в квадрате. Но здесь, чтобы изометрической матрицы сделать квадратную, мы ее... Вот эти вот недостающие столбцы дополняем произвольными векторами ортонормированными, чтобы вместе все столбцы образовали ортонормированный набор. То есть как бы в исходном пространстве мы достраиваем этот ортонормированный набор, который изначально состоял из столбцов матрицы v, до полного набора в данном линейном пространстве. И тем самым у нас изометрическая матрица v превращается в унитарную, то есть в квадратную. И мы ей сопоставляем теперь матрицу d, которая тоже является квадратной, возводя каждый компонент достроенной матрицы v по модулю в квадрате. И тем самым мы получаем вот такую вот связь. Связь довольно интересная. Она выражает вероятности из ансамблем разложения оператора плотности, как они связаны вот между собой. Чтобы наметить основные свойства, основные черты этой связи, давайте подробно рассмотрим свойства матрицы d, которая здесь фигурирует. Итак, у нас есть два вероятностных распределения, связанные матрицей d. представление для элементов этой матрицы через элементы матрицы v, которую мы сейчас предполагаем квадратной, унитарной. мы ее дополнили до унитарной матрицы. И теперь все столбцы матрицы v образуют ортонормированный набор. И также строки этой матрицы образуют ортонормированный набор. И в связи с этим первое замечание, которое мы здесь можем сделать, то что сумма элементов какого-то нютного столбца, если мы просуммируем, возьмем нютный столбец и просуммируем по всем строкам, то это будет непосредственно следовать из-за ортонормированности столбцов матрицы v, о чем я сейчас сказал, но алгебраически это можно раскрыть. То есть квадрат модуля обратно можем переписать как сумма v мютая-нютая, сопряженная на v мютая-нютая. И здесь у нас сумма по индексу μ. Нам удобно будет свести это к матричному элементу от произведения двух матриц, диагональный матричный элемент с номером μ. То есть это будет сумма по μ. Здесь мы в первом сомножителе переставим индексы, и поэтому нужно будет добавить транспонирование. А транспонирование в сочетании с комплексным сопряжением дает нам эрмит, сопряжение матрицы v и произведение вот таких вот элементов. Поскольку матрицу v мы сейчас считаем унитарной, то вот это вот произведение, то есть это мы на самом деле берем v-крест на v-нютый-нютый диагональный элемент, и произведение унитарной матрицы на ее обратную дает единичную матрицу и ее диагональный элемент единице равный. Поэтому матрица D — это матрица, которая состоит из неотрицательных элементов, тут стоят квадраты модулей чисел, у которой, кроме того, сумма элементов каждого столбца равна единице. Давайте посмотрим, какое физическое содержание этого свойства. То есть у нас же есть связь двух вероятностных распределений, и мы можем обратно записать его через компоненты. нютая компонента нютая на q-нютая. А мы здесь увидели свойства, мы суммировали по мю. Поэтому вот мы эту тоже строку можем просуммировать по индексу мю. Слева у нас p-мю-т, справа тоже напишем эту сумму, которую мы можем взять независимо от второго саммножителя, поскольку в него индекс мю не входит. И это будет равно единице. И остается только... да, тут... давайте напишем так, что тут предполагается суммирование по индексу ню. Вот, по мю мы просуммировали, и за счет этого свойства сумма снимается. Вот, и тогда остается сумма только по мю компонентов вектора. И тем самым мы видим, что сумма компонентов вектора p равна сумме компонентов исходного вектора q. Ну, и поскольку оба этих вектора представляют вероятностное распределение, то это... эти суммы будут равны единице. То есть матрица D сохраняет нам свойства вероятностного распределения. То есть одно вероятностное распределение какое-либо q, оно переводится снова в некоторое вероятностное распределение p. Отображение с таким свойством называется стахастическим отображением. А соответствующая ему матрица D называется стахастической матрицей D. То есть мы можем сказать, что D это стахастическая матрица. Но, как оказывается, есть еще одно свойство матрицы D, которое тоже вытекает из этого представления. Мы можем просуммировать не только по строкам, но и, наоборот, зафиксировать какую-то строку и просуммировать по столбцам. То есть зафиксируем мютую строку и просуммируем теперь по второму индексу, по индексу N. Снова у нас представление через матрицу V. Здесь нам достаточно написать второй множитель на первом месте, а с первым замножителем также свести его к эрмитово-сопряженному. И тогда это будет также мютый диагональный элемент от произведения матрицы V на ее эрмитово-сопряженную. И поскольку они взаимно обратны, то это будет равно единице. То есть мы видим, что у матрицы D также сумма элементов каждой строки равна единице. То есть к первому свойству сумма элементов каждого столбца равна единице. У нас еще прибавляется свойство то, что и в каждой строке сумма элементов равна единице. Первое свойство нам обеспечивало то, что матрица является стахастической. А вот второе свойство дополнительное и в сочетании с первым оно дает определение того, что матрица D называется бистахастической или дважды стахастической матрицей. То есть просто стахастическая матрица, она одно вероятностное распределение переводит в другое. А вот свойство бистахастичности еще добавляет такое свойство, то что если у нас исходное распределение Q было равномерным, однородным, то есть столбец состоит из чисел, которые равны друг другу. Это все события равновероятны. Если размерность столбца D, то это будет единица на D, единица на D и так далее. Последний элемент также единица на D. То есть все вероятности равны друг другу. Что будет представлять собой вектор P после преобразования с любой бистахастической матрицей? То, что она стахастическая, нам обеспечивает то, что P будет тоже некоторый вероятностный ансамбль. Но вот что нам дает свойство именно бистахастичности? Давайте запишем. Значит, в компонентах снова PμT будет равно сумма по ν DμT, νT. А компоненты у νT мы можем сразу выписать, потому что они все равны друг другу. То есть это будет единица на D. Не зависит от индекса суммирования. Поэтому вот эта вот единица на D, она просто выносится наперед, и у нас остается сумма по ν DμT. И вот как раз, поскольку у нас чистая сумма компонентов строки μT образовалась, тут работает вот это вот свойство, которое делает матрицу D бистахастической. Эта сумма будет равна единице, и поэтому у нас PμT равно единице на D. И тут уже в это выражение не входит индекс μ, то есть любая компонента вектора P у нас равна единице на D. То есть распределение P снова однородное, то есть снова все вероятности равны друг другу. Ну и обычно обозначается равномерное распределение через E. И таким образом мы устанавливаем, что бистахастическая матрица обладает свойством то, что однородное распределение она снова переводит в однородное. Итак, еще раз подчеркнем, что просто стахастическая матрица любое вероятностное распределение снова переводит в некоторое вероятностное распределение. А бистахастическая матрица это стахастическая матрица, которая еще к тому же однородное распределение снова переводит в однородное. То есть однородное распределение вероятностное это, как говорят, неподвижная точка данного отображения. В матричном анализе существует утверждение такое, что если у нас два вектора P и Q связаны между собой бистахастической матрицей, то выполняется следующая система неравенств. Вернее, можно сказать, что эти два утверждения эквивалентны друг другу. Неравенство выглядит следующим образом. Мы в левой части берем сумму компонент вектора P от одного до некоторого числа K. Сумму P. И в правой части неравенства мы также будем брать сумму компонент вектора Q от одного до K. Причем здесь еще условимся, что мы берем сумму первых, самых больших компонент данных векторов. То есть расположили эти числа в порядке убывания. И так, что у нас P1 — это самая большая компонента, P2 — это, возможно, поменьше или равна ей, ну и так далее, в сторону убывания. Обычно этот факт еще отображают вот таким образом. Подчеркивают, что компоненты расположены в порядке невозрастания, то есть в порядке убывания. Причем число K меняется во всем диапазоне. K от 1 до полной длины этих векторов. Вот такая вот система должна выполняться, если два распределения связаны с бистохастической матрицей. Причем, когда K равно уже полной длине этих векторов, то у нас суммы должны быть равны друг другу. То есть уже не не равенство, а равенство выполняется. Сумм компонент. Впрочем, когда у нас два вероятностных распределения, вот это вот соотношение выполняется автоматически, поскольку это сумма вероятностей, и она дает единицу. Итак, если матрица D бистохастическая, то для компонент векторов по ЭКО выполняется следующая система неравенств. И наоборот, если данные неравенства выполнены, то существует некоторая бистохастическая матрица такая, что вектор P выражается через произведение матрицы D на вектор Q. Это утверждение доказывается в матричном анализе, оно довольно нетривиальное, содержит много технических деталей, поэтому здесь мы его опускаем. Вот это вот свойство называется свойством мажоризации. И обычно говорят, что вот если выполнены данные неравенства, то вектор P мажоризован вектором Q. И обозначает это вот таким образом, таким знаком, который означает мажоризацию двух векторов. Вектор P мажоризован вектором Q. И оказывается, что свойство мажоризации нам позволяет сравнивать, насколько хаотичны распределения. То есть, насколько одно распределение более хаотично, чем другое. И поможет установить вот этот вот смысл нам следующая картина. Давайте будем рисовать две оси. И по одной из них будем откладывать числа, сколько у нас компонент у векторов по ЭКУ. То есть, там будет стоять число 1 на d, 2 на d и так далее. Ну, мы будем это на примере, пусть у нас d равно 3, тогда мы отложим здесь 1 треть, равные интервалы, 2 третьих, ну и 3 третьих единицы. А по другой оси, по оси y, мы будем откладывать последовательные суммы, которые стоят, суммы компонентов, которые стоят здесь в этих неравенствах. То есть, мы будем откладывать точки сначала P1 для вектора P, если мы это делаем. Потом следующая точка будет соответствовать значению P1 плюс P2. Ну и следующая точка будет P1 плюс P2 плюс P3. Ну, поскольку у нас в этом примере длина d равна 3, то вот это вот выражение равно 1. Поэтому сначала давайте здесь отметим просто прямую линию, то есть вот 1 треть, вот эта точка 2 третьих, ну и точка 1. И нарисуем, да, и нарисуем просто прямую линию с тангенцем наклона 1. Вот, а дальше мы нарисуем вот для вектора P. Значит, сначала у него идет приращение вот это вот, рисуем максимальную компоненту, то есть какая-то точка, там, возможно, вот здесь вот будет. Значит, давайте я обозначу другим цветом. Вот, это у нас компонента P1. Затем будет, и мы ее рисуем с Y равным P1 и с абсциссой равной 1 третье. Да, затем рисуем следующую точку. Это сумма первых двух наибольших компонент P1 плюс P2. И абсцисс у него будет 2 третьих. Значит, график будет идти как-то вот таким вот образом. Вот, и обратите внимание, что у нас приращение уменьшилось, потому что от точки нулевой к точке первой у нас приращение было на компоненту P1, да, а уже от первой ко второй точке у нас, ну, P1 уже здесь содержится, приращение на компоненту P2, который имеет меньшее либо равное значение. То есть, в общем случае, наклон вот этой вот части будет меньше, чем первого участка. Вот, ну, и последняя точка, да, сумма P1, P2, P3, это вот соединяем с единичной точкой. Вот тут также нужно предполагать, что вот этот наклон еще будет меньше, чем вторая. То есть, всегда у нас то, что называется, мы рисуем, это лоренцевская кривая для данного распределения. Мы взяли вектор P и построили вот для него такую кривую. Все время с каждым участком у нас наклон уменьшается, потому что прибавляются компоненты, которые убывают. Мы их располагаем в порядке убывания. И поэтому вот данная кривая будет всегда направлена выпуклостью вверх. Лоренцевская кривая, соответствующая вектору P. Вот. И если у нас есть вектор P, и если есть другой вектор Q, и вектор P мажоризован вектором Q, то из этой системы неравенств очевидно, что лоренцевская кривая вектора Q будет лежать выше кривой, соответствующей вектору P. Потому что у нас есть система неравенств, где сумма компонент меньше либо равно соответствующих сумм компонент второго вектора Q. Поэтому лоренцевская кривая для вектора Q у нас будет... Ну, первая компонента для Q равно 1. У нас просто P1 будет меньше либо равен Q1. Ну и дальше у нас рисуем P1 плюс P2 будет меньше либо равен Q1 плюс Q2. И так далее. Ну, сумма третьих компонентов уже дает единицу. Поэтому лоренцевская кривая вектора Q — это вот значения какие-то, которые мы нарисуем, тоже здесь. Здесь тоже чуть выше. И в итоге вот график вот так вот идет, его лоренцевская кривая, которая тоже в итоге сходится в единицу. Все они сходятся в значения равные единице. Но лоренцевская кривая вектора Q будет лежать выше, чем лоренцевская кривая вектора P. А в самом низу лежит вот эта вот прямая линия с тангенсом наклона равным единице, то есть которая идет под углом 45 градусов. Значит, вектор P мы жарили вам вектором Q, его кривая лежит внизу. Но любой вектор будет в общем случае представлен такой вот выпуклой линии. Ну, за исключением одного вектора, который представляет собой вот эту вот прямую линию. И это, как мы видим, это просто и есть равномерное распределение. То есть вот эта вот прямая линия соответствует лоренцевской кривой распределению, у которого все вероятности равны, и равны они единицу разделить на D. То есть в данном случае 1 третья. То есть у нас 1 третья, потом еще раз прибавилось 1 третья, у нас стало 2 третьих. И еще раз 1 третья. Сумма дала единицу. Ну и всегда наклоны этих участков будет одинаковые. Тем самым мы с одной стороны показали, что геометрически, да, что у нас однородное распределение мажорируется сверху любым другим распределением. Это важное свойство для лоренцевских кривых и вообще для вот этого вот явления мажоризации вероятностных распределений. Да, которое вот это вот свойство наиболее наглядно можно получить именно из графического представления, нежели из анализа неравенства. Итак, у нас однородное распределение мажоризовано любым другим распределением. И это нам и показывает, что вот это вот сравнение путем мажоризации это мера, насколько у нас беспорядочное распределение. То есть максимально хаотично у нас именно равномерное распределение. это вот такой столбец 1 на d, 1 на d и так далее. Да, а здесь может стоять какой-нибудь вектор, ну, например, максимально не хаотичный, когда у нас вообще только одна из компонентов равна единице, а все остальные нулю. Ну, или любое другое распределение, отличное от равномерного. Так вот, равномерное распределение будет мажоризовано любым другим распределением. И поэтому вот это нам задает способ, во-первых, сравнивать некоторые вероятностные распределения, и, во-вторых, говорить, насколько одно из них более хаотично или менее хаотично, чем другое. Но здесь есть такой нюанс, что вот это вот свойство мажоризации, это не тотальный порядок. То есть могут существовать векторы пары P и Q, такие, что не выполняется то, что P мажоризован Q, и также не выполняется, что Q мажоризован вектором P. Поэтому вот эта операция имеет черты частичного порядка, а не тотального порядка. То есть мы можем найти примеры таких векторов, которые не мажорированы ни один, ни другой. Но если выполняется, что вектор Q мажорирован вектором P, а вектор P мажорирован, в свою очередь, другим вектором каким-нибудь Z, то из этого будет следовать то, что вектор Q мажорирован вектором Z, то есть такое свойство транзитивности здесь выполняется. Но порядок не полный, а частичный. Вот это вот свойство, что существуют векторы, которые не мажорированы, не мажорируются друг другом, графически соответствует тому, что лоренцевские кривые их будут пересекаться. То есть картинка будет отличная. Нарисованы здесь. Здесь мажорирующий сверху вектор Q целиком, его график, его лоренцевская кривая лежит над кривой вектора P. То есть вектор, который мажорирован вектором Q. А если выполняется нарушение мажоризации, то лоренцевские кривые будут просто как-то пересекаться, имеют пересечение в точках, отличных от нулевой и единицы. То есть еще возникают дополнительные точки пересечения. Итак, как мы увидели, операция мажоризации возникает в квантовой теории, когда мы рассматриваем две декомпозиции оператора плотности, одна из которых является спектральным разложением. А второе какое-то другое разложение, то есть отход от спектрального разложения. разложение с вероятностью P и векторами ψ, а спектральное мы записывали через векторы Q и ψ. Так вот, любое другое разложение, его вероятностный ансамбль мажорирован вектором из собственных значений оператора плотности ρ. То есть это вектор, который мы таким образом обозначим, подчеркивая, что это именно собственное значение оператора ρ. То есть если у нас связь двух декомпозиций такая, то выполняется свойство мажоризации. Можно доказать и обратное. Это тоже технически сложное утверждение. Мы его просто примем без доказательства. То, что если есть у нас оператор плотности ρ, есть вектор из его собственных значений. И если мы возьмем какой-то другой вектор P, который мажорирован вектором Q, то существует декомпозиция оператора ρ в ансамбль, в котором вероятности как раз является компонентом данного вектора P. Но еще существуют какие-то вектора из этой декомпозиции. Важно. То есть если мы подобрали вектор P, который мажоризован собственными значениями, то существует такой ансамбль вот с такими вероятностями разложения оператора ρ. Это утверждение обычно называется теоремой Хорна. И еще один интересный факт. Пока сформулируем его в абстрактной математической форме, но потом увидим, что он имеет интересное физическое следствие. Допустим, у нас есть наблюдаемое, выраженное эрмитовым оператором, который еще к тому же имеет неотрясательные собственные значения, то есть он положительный на определённость. Тогда мы можем построить его спектральное разложение, подобно тому, как здесь написано, для оператора платности, здесь для произвольного эрмитового оператора. мы составляем сумму, ну, так и напишем, по собственным значениям λν и собственным вектором φ. Здесь кратность, геометрическая кратность собственного значения может быть больше единицы, тогда мы просто предполагаем, что дважды, то есть с той же кратностью и выписываем. Здесь собственное значение, да, то есть если кратность 2, два собственных вектора различных одному и тому же, тут присутствует два собственных значения, равных друг другу. То есть все они будут перечисляться со своей кратностью. Ну, и мы можем посмотреть в определённом базисе на диагональные элементы этого оператора. То есть возьмём какой-то базис, который, возможно, отличается от базиса из собственных векторов. Да, это другой ортонормированный набор векторов. И мы смотрим, скажем, и-тый матричный элемент. Да, то есть средний, как бы среднее значение, наблюдаемый по и-тому состоянию, но и и-тый диагональный элемент матрицы оператора в данном базисе. Значит, если мы выразим это с помощью спектрального представления, то есть подставим разложение оператора через собственные векторы и собственные значения, то у нас возникнет вот такое вот выражение. То есть, по сути, здесь стоит квадрат модуля скалерного произведения и на φν, ну и собственные значения. Вот, и мы видим, что если интерпретировать числа λ как элементы столбца, то здесь тоже стоит структура с некоторой матрицей d, и t, νt. Эта матрица сворачивается с компонентами столбца λ, ну и, по сути, мы можем написать это в форме, что столбец матричных элементов связан с столбцом собственных значений оператора А через некоторую матрицу. И еще раз приглядевшись внимательно, мы можем видеть, что матрица d является как раз бистохастической, потому что, если мы просуммируем по всем столбцам, да, по всем и, d, и, t, νt, то у нас получится... Ну, мы эти числа можем перегруппировать, переставить, как нам удобно. Наоборот, второй множитель на первое место поставим здесь. Вот. И просуммируем. Сумма у нас войдет вот сюда, вот, между обкладками из векторов Φ. И, поскольку Φ — это у нас ортонормированный базис, то они образуют разложение единицы. То есть сумма таких проекторов Ι на Ι равно просто единичному оператору, поэтому это будет равно φν на φν, которое равно единице. И аналогично мы можем просуммировать и по индексу ν, то есть теперь, взяв определенную it-ю строку и просуммировать ее компоненты, здесь также видно, что мы теперь суммируем по индексу ν в центре у нас. Векторы Φν также образуют ортонормированный набор, как собственный вектор самосопряженного оператора, поэтому тоже образует разложение единицы. И просуммировав сначала по ν, у нас дает единица, и у нас будет просто скалярное произведение it-го на it-ый, который нормирован. Вот, тем самым у нас матрица D — это дважды стахастическая матрица или бистохастическая матрица, и мы можем записать вот так символически, что компоненты матрицы оператора диагональные, которые стоят на диагонали, и это диагональный элемент. Если мы из них составим вектор какой-то, то есть нарисуем матрицу оператора А, и вот эти вот компоненты по диагонали объединим в некоторый вектор, ну, в P, например. Вот это его компоненты P и T. Ит-ый элемент на диагонали — это ит-ый компоненты вектора P. То тогда мы увидим, что эти элементы мажорируются столбцом из собственных значений оператора А. Это сумма элементов этого вектора равна единице, потому что она дает след оператора А. Вернее, не единица, а сумма элементов равна следу оператора и равна сумме собственных значений. То есть всегда у нас след равен сумме собственных значений оператора. Вот, и поэтому вот то крайнее неравенство, сумма у всех компонентов здесь выполняется. Ну, и все остальные неравенства в мажоризации тоже выполнены. И получаем вот такое вот интересное соотношение. То есть, если мы выберем базис отличный от собственных векторов, то диагональные компоненты матрицы оператора в данном базисе всегда будут более хаотичными, чем исходный набор собственных значений оператора А. И непосредственное физическое приложение данного свойства это применение к оператору плотности ρ. Вот как раз дан наблюдаемый А, самосопряженный оператор, теперь мы положим А равный оператору плотности. И, допустим, мы делаем измерения в некотором ортонормированном базисе. То есть ортогональные измерения в базисе у на такие одномерные автогональные проекторы у на у. И вероятность у-вого исхода будет выражаться через как раз след оператора плотности с одномерным проектором у на у. Ну, или это можно преобразовать как просто у-ро-у. То есть диагональный матричный элемент. Диагональный матричный элемент. И обозначим, что он выражает вероятность нам у-вого исхода. С другой стороны, вот этот вот столбец Q в силу доказанного нами свойства будет мажорироваться столбцом из собственных значений. Теперь уже оператора ρ. То есть вот это вероятностное распределение исхода Y мажорируется собственными значениями оператора ρ, а тем самым оно, это распределение более хаотичное, чем распределение собственных значений данного оператора. Ну, и физически это можно сформулировать так, что если мы проводим ортогональное измерение наблюдаемой, которое не коммутирует с данным оператором плотности, то результаты этого измерения этой наблюдаемой менее предсказуемы, то есть более хаотичны по сравнению со случаем, когда бы мы выбрали наблюдаемую, которая коммутирует с оператором плотности, тогда у нее результаты были бы более предсказуемы, потому что если она коммутирует с оператором плотности, то у них есть общий набор базисных векторов, и тем самым вот эти вот исходы, они максимально близки к вектору из собственных значений, да, вероятности исходов. А если у нас наблюдаемая не коммутирует с оператором плотности, то ее собственные векторы, это какие-то другие, отличные от собственных векторов оператора ρ, и соответствующие вероятности исходов распределены будут, вот, вследствие этой мажоризации, будут распределены более хаотично, чем вектор собственных значений лянда. И другими словами, эти исходы просто сложнее предсказать. Ну, другое выражение данного факта мы еще встретим, когда будем рассматривать соотношение неопределенности в энтропийной форме. Вот как раз соотношение неопределенности, как исходное и так энтропийное, оно связано с фактом коммутации, некоммутации, определенной наблюдаемой с оператором плотности, например, то есть в нашем квантовом состоянии. И еще один факт, который связан с данным соотношением мажоризации, мы подчеркивали, что равномерное распределение мажоризовано любым другим распределением любым другим вектором P. А это значит, что должен существовать базис, в котором... Значит, давайте обозначим этот базис через систему векторов E. Должен существовать базис, в котором у нас диагональные элементы оператора Rho. Просто все равны друг другу и равны, поскольку они в сумме должны давать единицу, они будут равны единице на размерность. пространство, где этот оператор действует, то есть единицы на D, скажем. Из той теоремы, теоремы Хорна, которую мы формулировали, если распределение у нас мажорировано сверху, то мы можем подобрать и определенные векторы, базисные векторы E, которые дают нам диагональные элементы, все равные между собой, равные единице на D. Ну и можно привести пример, как такие векторы строить по заданному оператору Rho. Если оператор Rho имеет представление какое-то спектральное, по сумму по И, лямта ИТ, ИТ, ИТ. Это спектральное представление, то есть ИТ это ортонормированная система, другая, то вот вектор ИТ можно выбрать вот в таком виде. Строится это из наборов собственных векторов И, которые в данном случае нумеруем индексом Ж. Это будет единица на корень из D. А здесь будут стоять такие экспоненты, которые образуют дискретное преобразование Фурье, то, что называется. Давайте только я обозначу по-другому, чуть-чуть мютый индекс. Здесь будет экспонент E в степени 2π и μt Жt, где Жt меняется от 0 до d-1, а тут будет стоять набор как раз вот этих собственных векторов Ж. И вот такие вот линейные комбинации исходных собственных векторов операторов Ро с коэффициентами из дискретного преобразования Фурье как раз дадут нам базис Е, в котором диагональные элементы оператора Ро все равны друг другу. То есть они образуют однородное распределение, которое будет мажорироваться нашим вектором п, мажорироваться вектором, который состоит из собственных значений оператора плотности. Я предлагаю слушателям убедиться, что это действительно так, то есть что выполняется вот это вот соотношение, то что все компоненты равны друг другу. Это свойство будет следовать из свойства дискретного преобразования Фурье, а именно ортонормированности элементов, которые составлены из таких экспонентов. Это известное свойство. Мажоризация дает нам некоторую характеристику уже физических некоторых явлений, таких как исходы результатов измерения. Еще один факт, который относится к измерениям, это мы можем брать также ортогональное измерение, но теперь не на одномерные проекторы, а на целое подпространство. Пусть у нас подпространство размерности скажем, D' и мы меряем с помощью ортогонального проектора, то есть какого-то E, который будет состоять уже из каких-то векторов E и T, который образует базис в этом подпространстве, ортонормированный базис, то есть здесь суммирование от 1 до D' 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 у нас предполагается меньшей размерности всего пространства. И это будет ортогональный проектор на подпространство лямбда. И мы можем делать измерения по типу да-нет, то есть у нас выпал исход, который относится либо к лямбда, либо к его ортогональному дополнению. То есть это измерение, которое содержит два возможных, только два возможных исхода. Либо у нас выпал проектор на лямбда, либо проектор на ортогональное подпространство. То есть измерение да-нет. И вероятность исхода да у нас выражается как стандартно, через постулаты, как след от нашего оператора плотности с данным проектором E. И вот этот след мы дальше можем расписать через вот эту систему векторов пространства лямбда как сумма. Ну, это будет частичная сумма, то есть это будет от единицы именно до d' до размерности подпространство лямбда вот таких вот матричных элементов E и t ρ E и t. То есть это такой неполный след, до полного следа не достаёт суммы по всем остальным базисным элементам, которые принадлежат лямбда ортогонально, то есть выходит за пределы лямбда. А тут только сумма по элементам базиса лямбда, по элементам E и t. Но, как мы знаем в силу предыдущего вот этого вот свойства, такие матричные элементы будут мажорироваться собственными значениями оператора ρ. И здесь вот эта сумма как раз выписана, сумма первых d' элементов. Не обязательно тут сумма первых d' наибольших, тут может быть какие угодно в матрице оператора ρ в данном базисе, но мы знаем, что по свойствам мажоризации даже сумма первых d' наибольших будет меньше либо равна, а уж и подавно и такая сумма тоже будет меньше либо равна, как там по свойству мажоризации было, когда мы сравниваем. Один столбец мажорирован другим, когда мы первые d' элементов выберем. Здесь они выбраны и здесь первые d' собственных значений выбираем оператора ρ. И таким образом мы получаем, что вероятность исхода да в нашем ортогональном измерении не превышает сумму первых d' собственных значений оператора ρ, где d' это размерность подпространства λ, на которое мы делаем ортогональные измерения. Это такой, так называемый доминантный признак Кайфена по имени ученого, который этот принцип открыл. Если мы имеем дело с двухуровневыми системами и Гильбертовым пространством размерности 2, то для смешанных состояний мажоризация довольно наглядно представляется и на сфере блоха. Для смешанных состояний, как мы знаем, вот если мы возьмем состояние ρ1 и параметризуем его с помощью представления блоха, с помощью какого-то вектора, скажем, а1, который сворачивается с вектором матриц Пауля и рассмотрим какой-то другой оператор плотности параметризации блоха также через вектор, скажем, а2. То можно показать прямым путем из арифметических подчислений, что оператор ρ1 мажоризован оператором ρ2 тогда и только тогда, когда длина вектора а1 меньше либо равна длине вектора а2. Здесь мы мажоризуем уже не векторы, не вероятностное распределение, а два операторов. Возникает операторная мажоризация. определение такое оператор а мажоризован другим то есть а и b два эрмитовых и один из них мажоризован другим, если столбец собственных значений оператора а мажоризован столбцом собственных значений оператора вот определение операторной мажоризации и на сфере блох мы имеем значит оператор ро1 мажоризован вторым оператором ро2 тогда и только тогда когда его вектор параметризации блоха по длине меньше либо равен вектора параметризации для оператора ро2. Вот этот вот факт я предлагаю слушателям тоже самостоятельно доказать. помощи вычислений с матрицами Паули в двумерном пространстве. Вообще операция мажоризации имеет довольно важное значение в квантовой теории и проходит буквально через все разделы. Особенно когда дело касается каких-либо ресурсных теорий, термодинамики рассматриваются вопросы перехода из одного состояния в другое наиболее оптимальным способом с минимальной затратой соответствующего ресурса и так далее. Это есть и в теории квантовой коммуникации когда ресурсом является квантовая запутанность. это есть и в квантовой термодинамике и даже в обычной стахастической термодинамике когда речь идет о переходе вероятностных распределений в общем статистических ансамблей которые например когда у нас рабочее тело находится в контакте с термостатом и создается какое-то неравновесное состояние с определенным распределением и вот явление подобной мажоризации помогает охарактеризовать возможность перехода из одного распределения в другое и эти же результаты получают некоторое обобщение и на квантовый случай с помощью обобщенной квантовой так называемой мажоризации об этом мы будем говорить несколько позже с понятием мажоризации тесно связано понятие выпуклых функций и это вот в сочетании с этим свойством это образует довольно мощный инструмент для доказательства теоремы получения некоторых полезных неравенств значит мы переходим к понятию выпуклой функции то есть рассмотрим обычную функцию одного вещественного аргумента и понятие выпуклости наиболее наглядно демонстрировать графически где мы просто рисуем график функции выбираем определенный интервал изменения аргумента x и выбираем две точки которые лежат в этом интервале x1 и x2 мы будем считать что какая-то внутренняя точка у нас принадлежит этому интервалу и параметризуется следующим образом мы берем здесь точку x' которая будет равна то что называется выпуклой комбинации точек крайних точек x1 и x2 это будет равно 1-t x1 плюс t x2 где t это число из интервала от нуля до единицы то есть это выпуклая комбинация и она лежит строго внутри ну внутри интервала возможно совпадает с крайними точками в частности если t равно нулю то мы видим что x' равно x1 а если t равно единице то x' будет равно x2 и здесь мы еще отметим график функции f пусть он имеет вот какой-то такой вот цвет допустим значит вот это вот наша точка x' отметим значение функции f от x' и еще нам нужно будет отметить здесь значение в крайних точках x1 и x2 вот это вот будет значение f от x1 а скажем здесь будет f от x2 вот мы можем здесь провести сегмент между этими точками то есть прямой да и выполнить вот такую вот проекцию из точки x' на этот сегмент и получить некоторую точку которой из геометрии нетрудно видеть что она будет отстоять от концов сегмента в такой же проспорции как и точка x' отстоит от x1 и x2 тем самым вот эта вот точка по своему значению по оси y выражается через значение в крайних точках да и вот эта вот точка будет соответствовать выпуклой комбинации вот такой же единицы минус t но только уже значений функции в точках x1 и x2 то есть f от x1 плюс t f от x2 это вот именно вот эта вот точка на сегменте кроме того у нас еще есть значение точки в самой точке штрих это f от x2 и мы видим геометрически на этом рисунке что f от x2 меньше либо равно вот этому значению да то есть оно лежит ниже получается вот так вот запишем f от x2 меньше либо равно вот этому соотношению вот это вот и берется за определение выпуклой функции то есть для выпуклой функции для любого числа вот из этого интервала ее значение в выпуклой комбинации 1 минус t x1 плюс t x2 меньше либо равно выпуклой комбинации значений функций в этих точках 1 минус t f от x1 плюс t f от x2 вот такая функция называется выпуклой и график ее имеет такой вот характерный вид когда выпуклость направлена вниз то есть это то же понятие когда в матанализе рассматривается условие необходимое условие это равенство нулю экстремума равенство нулю первой производной а еще есть достаточные условия экстремума когда рассматривается вторая производная и там выпуклась вверх либо выпуклась вниз вот тут как раз когда мы говорим о выпуклой функции мы имеем дело с функции которая выпукла вниз но только отметим что это не обязательно связано с экстремумом просто мы рассматриваем именно вогнутость или выпуклость кривой на каком-то промежутке вот и вот основное ее свойство это вот вот такое вот неравенство далее с использованием метода математической индукции можно обобщить то есть если функция обладает таким свойством то можно показать что если у нас есть набор точек набор чисел лямбда 1 лямбда nt таких что они неотрицательны и их сумма равна единице то есть это такое также вероятностное распределение можно так его интерпретировать то значение функции для каких-то произвольных точек x1 xn выпуклая комбинация с числами лямбда 1 лямбда n и так далее лямбда n xn будет меньше либо равно также выпуклой комбинации но только теперь значение функции лямбда 1 f от x1 плюс и так далее плюс соответственно лямбда n f от x n вот это неравенство обычно называется неравенством Йенсена ну и выпуклая функция уже сама по себе как появляется ресурсом для вывода многих полезных соотношений неравенств например можно показать что вот арифметика геометрическое неравенство отсюда следует неравенство связывающее среднеарифметическое среднегеометрическое но и его обобщение на произвольные веса все это можно доказать с помощью выпуклых функций ну и некоторые еще интересные свойства отсюда следует например если мы возьмем вектор выпуклую функцию f и мы возьмем какой-то вектор из гильбертового пространства x который нормирован на единицу и возьмем некоторый эрмитовый оператор наблюдаемый то есть а равняется окрест то для выпуклой функции а выпуклая функция называется по-английски конвекс вот будет следовать следующее неравенство f если мы возьмем то есть похоже по структуре вот на это неравенство то есть если мы возьмем f от среднего значения наблюдаемой а по состоянию x то оно будет для выпуклой функции меньше либо равно как если бы мы вот эти вот обкладки из x вытащили наружу x и взяли f от a да и потом уже усреднили по состоянию x то есть здесь это обычная функция числового аргумента а здесь та же функция но у которой на вход подан оператор да то есть мы говорили об этом как определяется функция от оператора например с помощью ряда тейлора либо с помощью диагонализации это можно сделать и вот для выпуклой функции будет выполняться вот такое вот интересное соотношение которое нам говорит о связи различных между собой различных средних значений по какому-то состоянию вот для наблюдаемой а во всякие ваше сейлора то есть что мы trovаем мы о ваше то есть как